Проект бюджета на следующий год внесен на рассмотрение в Законодательное собрание края. Если главный финансовый документ 2020 года преимущественно был направлен на развитие региона, то бюджет 2021 года социально ориентированный. Больше денег выделено на медицину, образование и поддержку малоимущих. Особая статья на борьбу с последствиями пандемии. Обо всем подробно в сюжете Юлия Рядчиковой. Добрый день всем. Внесение бюджета ежегодно происходит по одному сценарию. Документ церемонно переносят по коридорам Серого дома из крыла правительства в крыло Законодательного собрания. Вносят на рассмотрение депутатов в прямом и переносном смысле. Чиновники в роли разработчиков, депутаты, экспертов. Именно им предстоит утвердить главный финансовый документ края. Я уверен, что все то, что в нем находится, все те мероприятия, задачи и в целом содержание документа позволит и дальше развиваться в Красноярскому краю. Параметры внесенного законопроекта еще не окончательные. Цифры могут поменяться. До конца года в краевую казну должны поступить дополнительные средства на реализацию национальных проектов. Доходы у нас на 2021 год выглядят около 260 миллиардов, 259,2 оси быть точнее. Расходы выглядят 274 миллиарда. С учетом изменений последних федерального законодательства, мы вынуждены были пойти на плановый дефицит в объеме чуть более 14 миллиардов. Но в целом, хочу сказать, это серьезным образом не скажется на исполнении бюджета следующего года. Запас прочности у нас, безусловно, есть. В прошлом году краю удалось существенно снизить государственный долг. В этом удержать на уровне. С учетом затрат на борьбу с пандемией сложно было вообще не уйти в минус. И если прошлый бюджет был направлен на развитие региона, то в этом главным приоритетом является социальная поддержка граждан. Будем обращать внимание на целевые выплаты. Это все, что касается медиков, соцработников. Это все связано с COVID-19. Также мы будем смотреть, как расходуются средства, которые поступают из федерального бюджета для организации бесплатного питания для младших классов. И то, что предусмотрена социальная поддержка безработных. Помимо того, будут проиндексированы стипендии и расходы учреждений на коммунальные услуги. 5,5% средств пойдет на повышение заработной платы бюджетникам и увеличение минимального размера оплаты труда. Со слов председателя комитета есть статьи, которые секвестированы. В их числе те, что направлены на улучшение демографии, экологии и городской среды. Но, говорит депутат, федеральное правительство обещает это восполнить с 2022 по 2023 год. До момента, пока 3270 страниц документа попадут на сессию законодательного собрания, их не раз изучат депутаты, сотрудники прокуратуры и счетной палаты. Обсудят на публичных слушаниях. Поэтому главный финансовый документ еще ждут корректировки. Юлия Рядчикова, Павел Иваницкий, 7 канал.